Субтитры сделал DimaTorzok Мы начинаем с БМД-2, потому что сыгран у меня на ней просто офигительный бой, который я вам покажу буквально вот через несколько минут, так что если не хотите ангар смотреть и мои рассказы слушать о машине в ангаре, то переходите сразу к бою, а я пожалуй начну. Итак, у нас есть теперь 30-ти миллиметровое орудие, которое нам поможет расправляться с легкобронированной техникой и есть птуры, которые гораздо-гораздо лучше, чем у нашего братца на БМП-2. Здесь у нас стоят вот топовые птуры Фактория, бой я еще катал с предтоповыми птурами, которые называются Фаггат, но что же, смотрим давайте. Итак, у нас есть 30-ти миллиметровые подкалиберы, вернее ББшки, они имеют урон 59 единиц, пробитие 115, даже в борта будет сложно пробивать ОБТ. Но в целом пробития вполне хватит, чтобы расправляться со всякими там ББМками или ОБТшками в корму. Есть фугасы, они по большей части бесполезны, я их вожу просто как дань традиции, на самом деле стрелять ими особого смысла нет. И есть птуры Фактория, ну топовые по крайней мере, и у них уже урон 543 единицы и пробитие 571 миллиметр. Это очень много, это реально круто, тем более, что на пятом уровне похожие птуры есть только у Факса, но у него вообще птуры имбовые, их сразу два, короче говоря, здесь ему можно гордиться. Ну и у нас есть чем ответить, все-таки птуры у нас заряжаются не 24, а 16 секунд, это гораздо-гораздо эффективнее, если стрелять вот по одному птуру стрельно ускрылся, и в общем-то у них тоже есть свои сильные стороны, по крайней мере разовые уроны пробития просто на высоте. Ну и вот в общем-то что по вооружению у нас выходит, вполне себе неплохая картина, против каких-то совсем-совсем жирных ОБТ можно использовать птуры, а против легких целей можно замечательно просто вкалывать ББшками, но увидите, что они в принципе и по тяжам тоже работают, вернее по ОБТ. Переходим далее, прочность 1000 единиц, очень мало, буквально 2 аккумулятива от 72-ки отправляют нас в ангар, так что придется действовать более-менее аккуратно. Максимальная скорость 61 км в час, разгон 2.60, если с разгоном еще все более-менее, то маневренность и скорость, это пожалуй не самое лучшее, что есть в БМД-2. Да, это конечно ББМка, и она более-менее шустрая, то далеко-далеко не Фокс, и наверное по маневренности напоминает ЕРС-шку 90-ю, а это извините меня вообще ИТ. Короче говоря, скорость она конечно есть, но она не настолько имбовая опять-таки как у того же Фокса, но в целом машина ездит довольно шустро. Незаметность 0.33, хорошая вещь, нас светит не так уж и замечательно, у нас есть чем, так скажем, отбивать эти радары вражеские. И обзор 450 метров с оптикой. Отличный обзор, я бы хотел сказать, но, увы, он отвратительный, потому что у той же БМП-шки 550 метров, то есть на 100 метров она нас пересвечивает, грубо говоря. И даже несмотря на то, что у нас незаметность, лучше, да в принципе и не так уж сильно, нам просто здесь нечем крыть, как говорится. 450 метров это не самый лучший показатель на пятом уровне, но в целом более-менее жить можно. ОБТ-шки и ИТ-шки мы в целом пересвечиваем, хотя опять-таки взять ИРЦ-шку 480, ну куда это годится. Короче говоря, БМД-шка вторая хоть и светит, но, пожалуй, это не самая эффективная машина для разведки, она все-таки, я имею ввиду, для пассивной, для активного света она вполне подходит. Углы склонения орудия, вот уж чего у нас наконец появилось. Минус 10, они просто выручают, по сравнению с несчастной БМП, у которой минус 5, и то непонятно где. В общем, здесь минус 10, и все шикарно. Плюс башни вертятся просто моментально, 60 градусов. Время перезарядки ленты 8 с небольшим секунд, довольно неплохо. Разброс 0.12, и время сведения 2.1. В целом орудие приятное, оставляет хорошее впечатление. У нас тем более оно кассетное, и лента у нас там, точнее лента, да, 27 штук у нас снарядов в ленте. Почему именно 27, не знаю, но в целом их хватает. И с одной лентой мы можем вынести большое количество хп, и разобрать какого-нибудь леопарда 1.5. Ну, если не убить, по крайней мере, очень сильно его покусать. Вот. И, собственно, это, наверное, все по части ангарной. Давайте переходим в бой, чего тянуть-то. Действительно, не успел кот за яйца оттянуться, а мы уже перешли в бой. В котором у меня установлен рекорд по урону на стадии открытого бета-тестирования для моего аккаунта. Я, если честно, доволен. И, по крайней мере, в ближайшее время вряд ли его смогу побить. По крайней мере, ну, в неделю ближайшую точно, потому что столько дел, столько дел, что я их на шесте вертел. Ну так ладно, уходим от моей личной жизни, возвращаемся к самому бою. Здесь с самого начала получается занять очень удобную позицию, на которой я буду тусоваться почти весь бой. Даже несмотря, что обзор у нашей БМДшки не такой высокий, как вы знаете, здесь стоит у нас ПНРочка. И если мы встаем на месте, то нам добавляется немножечко метров обзора, которые позволяют нам, в принципе, сравняться почти что с той же самой БМП. И это, конечно же, несомненно, радует. Кстати, вот о БМП не делайте так. Я, конечно, говорил, что БМПшка светит, но вот то, что делает вражеский игрок из вражеской команды, это реально бред. Не стоит. Вы хороши как пассивный свет. Нет, в активный свет играть на БМП это самоубийство, потому что она огромная и не особо-то и шустрая все-таки, хотя ситуация лучше, чем у первой БМП. Здесь я буквально позволяю по себе стрельнуть, надеялся, что добью эту 72-ку, она в борта, ну кое-как шьется, но далеко не всегда. Но не срослось, не судьба, в любом случае здесь ей уже особо не жить, она тоже сделала не очень правильно, что полезла сразу в бой и теперь закономерно получит. Ну а я стою, собственно, на своем спасительном центре и развешиваю своими замечательными ракетами. Конечно же, не забывайте про кнопочку Е, которая может выделить цель для вас и для ваших союзников, но в этом бою я как-то решительно забыл, что у меня есть клавиатура, кроме как для движения своей БМД. И поэтому использовал эту кнопку ровно ноль раз. Но, в общем-то, не важно, главное, что я и пострелял, и посвятил, союзникам помог и, в общем, с собой доволен. Так вот, как вы видите, автоматическая пушка вполне себе справляется со всякими ЕРЦшками, со всякими БМПшками и прочей-прочей лабудой, также и факсы очень замечательно получают, так что здесь проблем не возникнет. Ну, а всякие там Чифтаны, 72-ки и им подобные замечательно отхватывают от Птуров, и это вам тоже было уже продемонстрировано. И тут думал, что заведу в Чифтана, ага, как бы не так, он уехал, но 72-ка рядом стояла, она закономерно получила. Конечно, несомненно, плюс, что Птурами можно так вилять, и у них более-менее неплохая маневренность. Так вот, на этой самой БМДшке вы можете чувствовать себя уверенно, даже находясь довольно близко к врагу. Потому что в случае чего вы сможете свинтить, маневренность все-таки позволит, Но, в любом случае, я не советую вам играть в активный свет, это будет слишком опасно. По крайней мере, сильно рискуя своей шкурой, уж точно не стоит выезжать вперед, особенно по центру. Вы окажетесь под фокусом, вам просто будет не отвертеться. Как я и говорил, маневренность не самая шикарная, да и максималка все-таки не 100 км в час, а всего лишь 62. Это далеко не те цифры, с которыми можно ворваться, как на факсе, и после этого выехать невредимым. Нет. Мы можем играть полупассивным, полуактивным светом, и это будет самое, пожалуй, правильное решение. При этом, понятное дело, если у вас есть возможность наносить урон птурами, то воспользуйтесь этим. Как вы видите, они прекрасно вышибают где-то по 500 единиц прочности с противника, а топовые птуры и того больше будут. И понятное дело, что ни одному чифтану, ни одному игроку на 72-ке такое приятно не будет. Не забывайте, на пятых-шестых уровнях уже появляется комплекс активной защиты, так что запоминайте тех противников, у которых он есть. Ну, допустим, та же ЕРЦ-шка, стрелять по ней птурами бесполезно, ибо у неё есть система противодействия, уж не помню, там, по-моему, инфракрасная какая-то, или как она называется. Короче говоря, раз в 45 секунд она сбивает любые птуры в неё летящие, и по ней стрелять птурами несоразмерно глупо, потому что лучше пустить ей ленту в борт, и тогда она точно умрёт, чем потратить птур, его отправить на перезарядку, да и вообще, в общем-то, ничего ей не нанести, самому получись. Так что помните тех противников, у которых есть система противодействия птурами, вам придётся их изучать для того, чтобы быть максимально эффективным. Какая в целом тактика игры на БМД? Здесь опять-таки два варианта, либо мы играем полупассивно, как я, подсвечивая с одной позиции и нанося урон, ну, по мере возможностей, либо же мы играем более агрессивно, влетаем к противникам ближе и ближе, и там пытаемся как-то уже от близкой дистанции играть. Вот, кстати, ситуация у Факса есть сказ, я про это благополучно забыл, да и вообще думал, что я заведу в такую манёвренную машину птур, не вышло, поэтому вы тоже не поскупитесь уж на свои ленты, они вам точно уж ничего особо большого стоить не будут. Так вот, возвращаясь к тактике, если вы будете играть активно, то не забывайте, что действовать нужно только под прикрытием союзников. Если вы один зайдёте к противнику под нос, разумеется, найдётся кто-нибудь, кто решит вылезти, и даже пусть ценой своей жизни он вас заберёт. Да, его убьют союзники, он вылезет на видное место, вас убьёт, но при этом самое главное, что вы, в общем-то, больше не способны будете вести бой, и да, вы, конечно, сделаете размен один на один, но это, пожалуй, не самое лучшее, что можно сделать в бою. Да, конечно, это будет считаться более-менее успешным тактическим приёмом, но, уверяю вас, если вы будете действовать более аккуратно, то добьётесь гораздо больших успехов, ну, допустим, как я в этом бою. На меня внимания вообще не обращают, потому что я, в принципе, почти не свечусь, да и моя команда действует более-менее правильно, так что я доволен, я сижу себе на своей горе, окицарь, и стреляю по всем птурами, лентами, чем только вообще возможно. Заметьте, как можно активнее всё-таки играйте, как на пианино, потому что пока у вас птур перезаряжается, ну, чего вы на нём будете сидеть и ждать перезарядки? Переключитесь на пушку. Может быть, у вас появится какая-то цель, по которой можно нанести свои, там, 50 урона, и это будет всё равно лучше, чем не нанести вообще ничего. А потом обратно на птур. Уже кончились те времена, когда надо полностью перезаряжать было орудие для того, чтобы стрельнуть птуром, но это был бред, поэтому сейчас сделали правильно, и, допустим, на тех же ББМках играть стало гораздо более интересно, ну и, по крайней мере, эффективность возросла. Так вот, возвращаясь к самому бою, здесь он потихонечку начинает подходить к своей кульминации, все противники потихоньку заканчиваются, не без моей помощи, конечно же. Если посмотреть на урон, то видно, что я с этой позиции успел многого настрелять, так что ищите свои такие позиции, вот, по крайней мере, вам пример, одна из них. Не в каждом бою она пользуется такой популярностью и позволит вам нанести столько урона, но, вот, как видите, бывают и такие ситуации, когда на вас внимания не обращают, и вы можете безнаказанно побивать противников. Главное, конечно же, не забывать, что вы, разумеется, не один, и ваши союзники могут умереть, а вы потом останетесь на этой горке куковать, аки царь, аки бог, и вас просто убьют, поэтому давайте действуйте, если видите, что вашим союзникам нужна помощь. Если вы сможете посильно ее оказывать с центра хорошо, а если нет, то исследуйте карту, вы все-таки больше светляк, чем дамагер, это мне в этом бою повезло столько нанести. Не в каждом бою у вас будет такой шанс. Ну и здесь я делаю небольшую глупость, надо было уезжать вправо забирать, а здесь по мне вылетает крит, я уже думал, что сейчас скончаюсь, но, слава богу, его забирают. Вот и так бывает, тоже вылетает какой-нибудь крит, и, допустим, у 72-ки вылетит крит, например, этак на 700, на 800 кумулятивом будет вам не весело. Короче говоря, никогда не подставляйтесь, даже если вы можете, как бы, считаете, что вот сейчас я танкану, да, у меня еще хватает хп, иногда может не повезти. Будет обидно, будет печально. Ну и, в общем-то, в этом бою уже мне ничего не остается, кроме как найти эту 72-ку и добить свою психологическую планку в 8000 урона. Это все-таки не 7, это уже 8, пустит буквально на 50 единиц больше. Так что за такой замечательный бой обязательно лайк и подписку на канал оформляйте, если вдруг вы этого не сделали. А с вами был Хрюга ТВ, всем спасибо за просмотр, надеюсь, бой был полезен вам, информативен, и пока-пока, увидимся на полях сражений.